Несколько тонн бетона, арматуры и массивные сваи, соединенные в единое целое. Результат месяцев усердной работы. Стартовый котлован – это основа, которую необходимо заложить, чтобы в дальнейшем все процессы протекали плавно и без проблем. Выполнена камера следов. В полном объеме, 100% готовы к приему счетовой проходки. Это мы вот этот участник? Да, вот как раз это и есть сейчас, камера следов, да. Это же не стартовый котлован. Начальник строительства озвучивает подробности и планы на будущее руководителю Минстроя Самарской области Николаю Плаксину и первому вице-губернатору Виктору Кудряшову. Председатель правительства в составе делегации приехал проверить, какими темпами реализуют один из самых крупных за несколько лет самарских проектов новую станцию метро «Театральная». В зоне метростроя на улице Галактионовской все готово к установке тоннеля проходческого комплекса. Есть готовность к приему счетов, проходческих счетов, которые придут в наш регион уже в марте-апреле месяце. Какое-то время займет их сбор, то и начнется уже основной этап работы. Это непосредственно проходка, которая будет продолжаться несколько месяцев. Тоннели проходческий комплекс развернут на дне котлована. Механизм преодолеет несколько верст под землей, прорывая тоннель, который соединит станции Алабинскую и Театральную. По аналогии с зоной метростроя на улице Галактионовская продолжают трудиться и на пересечении улиц Полевая и Новосадовая. Здесь также занимаются стартовым котлованом. Но перед его непосредственной разработкой специалисты вбивают землю в буросекущие сваи. Они нужны, чтобы укрепить стенки будущего котлована. Используют вот такую крупногабаритную технику. Готовность таких укреплений для стенок стартового котлована на улице Полевой специалисты сейчас оценивают выше 60%. Во время осмотра стройплощадок разговаривали и о расселении жителей, чьи дома находятся в зоне строительства. Это в первую очередь касается жилых строений по улице Галактионовская. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов отметил, что сейчас нужно максимально удовлетворить потребности в жилье самарцев, проживающих в расселяемых домах в зоне метростроя. Этот вопрос на постоянном контроле властей региона. Напомним, что после окончания строительства первой ветки Самарской подземки и ввода в эксплуатацию новой станции, метро свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Профильное муниципальное предприятие полностью готово к новым вызовам. Для этого активно обновляют подвижной состав. Специалисты Самарского метрополитена отмечают, что добраться до исторического центра можно будет за 20-25 минут, а интервал движения поездов сократится до 7-8 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.